Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, это программа Экстра Раунд и меня зовут Асламбек Бадаев. Сегодня у нас в гостях боксер республиканского спортивного клуба Ахмад Имам Хатай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имам Хатай. Боксер республиканского спортивного клуба Ахмад. Он выступает в весовой категории до 81 килограмма. Имам является чемпионом мира среди студентов, победителем первенства страны, трехкратным финалистом чемпионата в России и пятикратным триумфатором международного турнира памяти первого президента Чеченской республики, героя России Ахмад Хаджик Кадырова. В недавней матчевой встрече сборных России и мира Ахатаев победил олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, кубинца Жулио Сезаро Делакруса. Ассаламу алейкум, имам, очень рад видеть тебя в программе Экстра Раунд. Недавно прошла матчевая встреча сборных России и мира по боксу. Ты выступил в ней против записного фаворита, кубинского боксера, олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира. И победил его. Победил на радость всем болельщикам. Поделись впечатлениями, как этот бой прошел, насколько удалось тебе выполнить все свои заготовки и насколько ты доволен остался этим боем? Ну, во-первых, спасибо всем, кто поддержал, переживал за меня. Просто, ну, немногие были там, немногие думали, что я выиграю. Были неуверены многие. И, ну, единственное, думали, ну, я знал, что точно верили, и что я выиграю. Это отец и брат, и тренера, которые меня подготовили. Ну, еще там писали. Ну, я смотрел, везде многие не верили, что я у него выиграю. И, хвала Аллаху, я у него выиграл. Ну, соперник был довольно хороший. Ну, я смотрел, подготовился на сборах. Мы поработали с тренерами, подошли к этому. Ну, целый месяц был на сборах, подготовились, сделал все, что там надо было. Мне тренера говорили, я все, думаю, выполнил. Ну, так, если думать о сопернике, он достаточно хороший. Просто я много раз боксировал, и он такой неудобный, да? Неудобный, да, такой человек. Да, вот мы, ну, смотря на вас, он очень высокий был у него, размах рук такой был очень большой. И, как я понял, твоя тактика была, чтобы сокращать дистанцию максимально, чтобы он некомфортно себя чувствовал, постоянно атаковать его, насыпать ударами. Так ли это было? Да, ну, я думаю, что он обычно как боксировал, и также со мной боксировал, и думаю, что он меня недооценил. И, ну, я подошел к этому, ну, сработал с тренером Александром Евгеньевичем, тренер сборной России. Я с ним начал работать, и он, думаю, хорошо поделал меня к этому бою. Был момент, когда ты отправил его в нокдаун, и этот удар, он как бы одновременно, можно сказать, с командой стоп прошел. Кто-то тебя критиковал, кто-то тебя поддерживал. Что ты сам об этом моменте думаешь? Я думаю, судья не должен был сзади меня быть, ну, в середине стать, и быть начеку все время. И думаю, ну, я во время боя еще не услышал стоп и ударил, и после удара я слышу, как он второй раз уже стоп, ну, второй раз, получается, он крикнул стоп и остановил меня. Еще я думаю, что, ну, соперник в боксе всегда учит, ну, после стопа или после брека нельзя расслабиться и опускать руки. Ну, я напряженный, там, в бою вообще не можешь контролировать себя полностью, как... и я ударил, я не знаю, просто я не слышал этого стопа, и стоп был, и почти во время стопа ударил, и, да, ну, критикую, там, после стопа надо было дисквалитировать его, там, это все, я не знаю, ну, меня, там, меня минус балл сделали, и как будто и этого нокдауна не было, так сделали. Ну, да, ты свое наказание получил, в принципе, и, несмотря на это, ты выиграл остальные раунды, даже если считать, что это ему ушел из-за снятого балла. Вот очень удивительно, Имам, то, что это, пожалуй, самая громкая победа на этом турнире была среди всех спортсменов во всех весовых категориях, но почему-то вот некоторые люди не спешат поддержать тебя, не спешат заслуженную, как раз-таки, заслуженные теплые слова в твой адрес сказать. Это касается и комментаторов этого поединка. Я видел, что, как бы, насколько ты недоволен был ими, еще разговоры были, что они, как бы, даже занимали позицию кубинца, хотя в этой ситуации они, как сказать, из России также. Как ты вообще к этому относишься? Насколько тебе неприятно то, что вот после такой громкой победы находятся люди, которые вот как раз-таки вот такие, ну, неприятные слова говорят в твой адрес? Ну, я сам вначале не заметил даже, я просто свой бой смотрел, сидел. Потом мне начали говорить там родные, друзья, почему вот эти комментаторы всегда о тебе так говорят, как будто ты какой-то новичок пришел боксировать, или ты вообще как будто вообще не такой боксер. И, ну, я потом начал смотреть, мне тоже очень не понравилось. Я не понимаю, зачем они вот так обо мне говорят. Просто неприятно бывает, когда слышишь, ты попадаешь, они говорят, ну, никакой удар не попал там туда-сюда. Там начинают, сейчас начнется уставать там в третьем раунде, то все вообще неприятно, я не знаю, почему они так. Но тем не менее, я думаю, нашлись люди, их было подавляющее большинство, алхамдулиллах, которые порадовали за тебя в сборной, тренеры. Как они восприняли твою победу, что они тебе сказали? Ну, все были рады и довольны, встретили меня в раздевалке, ну, как будто олимпийского чемпиона. И знаю, что личные тренеры были очень довольны. Долго праздновали эту победу вместе до приезда домой. Имам, ну, давай тогда поработаем над твоим боксом. Покажи нам одну из своих жестких комбинаций, которые ты применяешь в бою. Ну, я все показать, рассказывать свое не буду, но покажу. Например, вот подхожу я, я как низкий, все высокие, бывает, я обычно подхожу, там, левый, левый, правый, потом 100 шаг в сторону, прямой, снизу, прямой. А, давай я подхожу. Левый, левый, правый, оклон, прямой, снизу, прямой. А, прямой, снизу, прямой. Вот. Мы поняли, да, как я подхожу, но... Да, да, качаешь маятник, получается. Очень жесткие попадания. Есть еще что-нибудь, Имам? Ты все свои карты не раскрываешь, чтобы соперники не видели, но может что-нибудь нейтрально показать. Например, самое простое, это меняем живот, голову, примерно. Работа по уровню. Мне, это бывает, там, голову показываешь, живот, вообще ли в живот показываешь, голову, например. Вот, смотри, я бил жесткий удар, там, в живот, там, справа могу ударить, там, показываю живот и бил голову. Ну, то есть, он привыкает, да, допустим, ну, то есть, ты сначала бьешь, но он каждый раз начинает опускать руки в живот, бьешь, и вот как он отпускает в голову, допустим. Вот, например, можешь вот так даже держать, бью сюда, там, справа бью, потом показываю и сюда перегружу. Ну, давай еще раз. Я уверен, ну, как будто я буду сейчас еще раз в живот ударить, показываю и бью в голову. Могу еще там дальше развивать. Например, ударил и раз, два, три. Давай тогда. Ну, в принципе, понятно, очень хорошая работа. Думаю, она у тебя часто будет проходить. Имам, вы сейчас выступаете параллельно вместе со своим братом Шамилем. Очень интересно наблюдать за вашими успехами. Они практически одинаковые у вас. Расскажи нам о том, как вы начали тренироваться и кто из вас лучше, на твой взгляд, и в чем? Ну, мы с борьбы начали тренироваться. Ну, вначале отец хотел нас, ну, тренировал дома, хотел отправить в бокс. Ну, так получилось, что я пошел с ребятами в зал борьбы, и так мне понравилось. И начал борьбой заниматься, и брат тоже. Мы там начали республики по борьбе классической выигрывать. Потом отец отправил брата в бокс, и они каждую ночь меня мучили, там, ты тоже там переходи в бокс. Ну, я не хотел, я хотел остаться в борьбе. И потом в один день, ну, меня в борьбе один раз засудили, потом я пошел, ну, я дома отдыхал, и потом пошел в бокс посмотреть, что там, как-то он за брата смотрел, и мне понравилось в боксе то, что все вообще от начала до конца они четко тренировались, все, такая дисциплина такая. И, ну, начал с братом там ходить, неделю походил, и мне понравилось. И так остался в боксе. И в боксе тяжело вообще. В борьбе я почти не тренировался, там, дома отец тренировал, и там ходил в борьбу, и так выигрывал в республике. А в боксе он три года ходил вообще без перерыва, и не мог выиграть в республику. Каждую республику проигрывал. И так, ну, брат начал выигрывать, ну, я повинюром был, и потяжелее было. Каждый раз первые бои начал проигрывать, потом уже начал еще серьезно относиться к этому. Ну, я в школу ходил тогда, и в 6.30 каждое утро вставал, бегал. После тренировки чуть опаздывал даже в школу. Потом вечером, ну, два раза в день начал тренироваться, и так еле-еле республику выиграл. Ну, и потом дальше пошло. А так, брат всегда помогал, я брату помогал. Ну, эта поддержка вообще не передать словами, когда есть рядом брат, и поддерживает так. Ну, а вот, насколько, сколько тебе времени понадобилось, чтобы как-то догнать по уровню Шамиля, потому что Шамиль уже, наверное, по боксу опережал тебя, так как ты еще в борьбе был в то время? Ну, он там месяц только вперед пошел в бокс. И мы то начали... Он республику первым выиграл, так как он юниоров, ну, у него хорошо получалось. А так, ну, я через три года только в боксе республику выиграл. Если вот вас сравнивать с Шамилем, вот как ты можешь охарактеризовать себя, его, в чем вы взаимодополняете друг друга, что у кого лучше получается, у кого сильные и слабые стороны? Ну, я думаю, у него с характером все в порядке. Ну, меня всегда поддерживают. Так, он такой, ну, друг друга на каждом соревновании. Примерно бывает, как каждый раз он боксирует, и после него я должен уходить. Он 75, я 81 килограмм. И когда его там заслуживают или что-то у него не получается, я такой, ну, после этого, когда я ухожу на ринге, я начинаю все... Более злой, да? Да, злой, да. Кстати, а вот, ну, про тему судейства мы еще поговорим. Вот родители, да, насколько вы тяжелый и долгий путь проделали вдвоем, и в семье сразу два боксера. Отец наверняка рад, а вот мама, как относится к вашим успехам? Там переживает, наверное, не отговаривает вас от того, чтобы они занимались таким жестким видом? Не, мама наоборот говорит, если вы сдаетесь, сдадитесь, или, ну, лучше не будет, давайте до конца. Также поддерживает словами. Ну, она переживает там больше, чем все. Отец больше переживает. На последней России ты вышел в финал, Шамиль остановился, по-моему, в третьем круге, если я не ошибаюсь, и был очень спорный бой. И тема судейства в любительском боксе, она часто поднимается, но, как говорится, воз и нынче там ситуация не меняется. Не опускаются руки, когда заслуживают или тебя, или брата, и не хочется бросить это все и уйти. Не знаю, почему-то у меня, наоборот, бывает еще больше желания доказать всем, что это была ошибка судей, и доказать, что я могу выиграть. Ну, так же и брат себя ведет. Он приехал из России и сразу уже начал тренироваться и говорил, что докажет всем, что он чемпион. Имам, многие любители бокса, болельщики говорят, что твоя манера очень хорошо подошла бы под профессиональный бокс. Не было ли у тебя мыслей попробовать себя в профи? Было. Я вообще после этой России хотел перейти сразу. Я поговорил с сувалидом Идилом, руководителем клуба «Ахмат». Ну, мы решили все-таки остаться и попробовать, что получится нам в мире, если я туда попаду и на Олимпиаду. А какова вообще сейчас ситуация в вашей весовой категории? Есть твой принципиальный соперник из Москвы, но ты сейчас поехал как раз на эту матчевую встречу, выиграл бой. Это, наверное, определенные плюсы в твою копилку. Как сейчас будет вообще выявляться первый номер? Для участия на чемпионате мира. Я думаю, на чемпионате мира в 2019 году в Екатеринбурге, который пройдет, там тоже отберут. И по версии WSB тоже будут бои, там тоже кто-то получит лицензию на Олимпиаду. Так сейчас, на этот бой, который я сейчас боксировал с Лакрузом, тоже были типа отбор на сборах. Ну, я по воле Аллаха прошел там нормально. Ну, просто там были спарринги у нас, и я там нормально себя показал, и меня поставили с ним боксировать. Ну, получается, ты этот спарринг выиграл и поехал как раз-таки на эту матчевую встречу. Ну да, наверное, сейчас действительно тренерам сборной России придется поломать голову, но мы будем надеяться, что они примут правильное решение. Имам, есть ли у тебя любимый боксер, чья манера ведения боя, чей стиль тебе наиболее близок и наиболее нравится? Да, есть Майк Тайсон. Майк Тайсон. То есть как раз-таки у тебя такая манера раскачивать с Саферникова, сближаться. Это от него, да, все? Да, Майк Тайсон, но еще я смотрю Роя Джонса, Мухаммада Али, Шугар Рей Лионардо тоже такой боксер. Ну, больше всех, я думаю, мне нравится Майк Тайсон, такой жесткий, бьющий. Ну, он мне подходит больше всех. Кстати, вот с Роем Джонсом ты встречался, насколько я знаю, ты видел его вживую здесь в Грозном. Какие ощущения у тебя были, когда видел легенду? Просто я с детства смотрел его бои, его тренировки. Просто перед тренировкой я себя мотивировал, смотрел его. Вообще в жизни не думал, что он будет, ну, я его увижу, вообще-то не думал. Еще он обо мне рассказывал, как, ну, перед Рамзаном Махматовичем это ощущение, просто не передать словами. Он рассказывал, вы, наверное, видели, ну, типа, будьте как он, там, станете олимпийскими чемпионами. Когда ты проявил характер, с сечкой, да, по-моему? С сечкой вышел, и за это он начал говорить. Это вообще... Да, это действительно приятно. Ну, и не менее приятно, я думаю, мою имам, как раз таки поддержка, Рамзан Ахматовича, который постоянно рядом с вами, который во всем вам уделяет внимание. Расскажи, что для тебя это значит. И вообще, вот клуб Ахмат, насколько у вас, насколько тебе комфортно в этом клубе? Расскажи нам немного об этом. Везде, где бы я ни бывал, все знают о клубе Ахмат, и все говорят, когда меня видят, сразу тоже начинает Ахмат, я их тоже поддерживаю. И так поддержка Рамзана Ахматовича, это, и без этого, думаю, ничего не добились бы. Такая сильная поддержка, ну, везде. Даже он сам приезжает на тренировку, на соревнованиях приезжает, в Кадыровске бывает, и приезжает, смотрит, болеет за нас, переживает. Это... 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 Тем более, бокс является любимым видом спорта Рамзана Ахматовича, насколько мы знаем. Он не раз об этом заявлял. Удавалось ли тебе как-то принимать участие на тренировке Рамзана Ахматовича? И в целом, как ты оценишь навыки нашего главы? Ну, у него мощные удары, я знаю. Ну, я не попадался под эти удары, но у него с боксом все в порядке, я смотрю. Он, не знаю, такой мощный. Он всегда тренируется, поддерживает себя в форме, так как у него проблемы, вы знаете, сколько у него все проблемы, все равно это имам. Очень приятно было с тобой пообщаться. Действительно, здесь, в Чеченской Республике, на тебя, на Шамиля и на остальных наших спортсменов возлагаются серьезные надежды. Будем надеяться, что вам удастся отобраться на Олимпиаду, порадовать нас, привезти оттуда медали. От всей души желаем вам успехов. На этом, уважаемые друзья, программа Экстра Раунд завершается. Спасибо, что сегодня были с нами. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, ну и, конечно же, не пропускайте наши следующие эфиры. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok